Добрый день. Крупный пожар произошел на побережье Алаколя. По данным служб ЧС, пострадали 4 базы отдыха. 7 человек обратились к медикам. Следствие устанавливает причины возгорания, не исключает версию поджога. Дмитрий Крюкович с подробностями. Это крупнейший пожар на Алаколе за всю его историю. Возгорание началось накануне вечером в 23.20. Огонь моментально распространился на постройке. Дома вспыхивали, как спичечные коробки. Мы своими силами выбрались. У нас папа был на машине. Быстро что, что, вещи собрали, успели загрузить в багажник. Потому что обычно в такой хаосе бывает, что оживляют мародеры. Отдыхающие в спешке покидали строение. Из-за сильного ветра пожар перекинулся и на степь. В общей сложности огонь бушевал на площади 3000 квадратных метров. Плотная застройка мешала технике работать. Те отдыхающие, которые смогли покинуть, кто были на своих автомобилях, соответственно, они уже ведутся по местам непосредственно проживания. А остальным, то есть администрация и также благодаря местному Акимату, они организовывают их размещение на свободных местах на базах отдыха, либо выделение мест непосредственно в ближайших населенных пунктах. За помощью к медикам обратились 7 человек. От госпитализации они отказались. По предварительным данным выгорели 4 базы отдыха. На побережье Алаколя сейчас разгар сезона. Здесь находится порядка 50 тысяч отдыхающих из Казахстана и стран СНГ. Стихию удалось локализовать только к 6 утра. В ликвидацию участвовали 189 человек и 29 единиц техники. Пожару присвоен статус максимальной сложности. Следствие сейчас выясняет причину возгорания. Вещественные доказательства направлены в лабораторию. Основная версия – неосторожное обращение с огнем, но не исключают и поджог. Тут вопрос не в погодных условиях, тут вопрос именно в причине пожара. Либо это может быть связано с электричеством, либо это будут еще какие-то другие причины. Все будет установить следствие и потом уже вынесет, оградится непосредственно. Пока неизвестно, были ли застрахованы пострадавшие базы отдыха или нет. Также неизвестно, продолжат ли свой отдых туристы, которые остались без крова, денег и имущества. Скорее всего, погорельцев придется вывозить на специально организованных рейсах. Дмитрий Крюкович, Замбала ЦНС, Атамикен Бизнес, Абайская область. Замбала ЦНС.